Новости на телеканале Хабар 24, в студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Президент Казахстана принял верительные грамоты у новых послов России, Узбекистана, Туркменистана и Италии. Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что деятельность глав дипредставительств придаст новый импульс развитию взаимовыгодных отношений. За церемонии следили наши корреспонденты. Недавно назначенных послов России, Узбекистана, Туркменистана и Италии в аккорде встречает рота почетного караула. Затем и сам президент. Дипломаты вручили верительные грамоты. После чего Нурсултан Назарбаев отметил достижения во взаимоотношениях Казахстана с каждым из государств. Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Я высоко оцениваю добрые личные отношения президентом России Владимиру Владимировичом Путиным. С республикой Узбекистан нас связывают тесные многовековые узы дружбы, культурная общность и традиции. Огромный вклад в дело дальнейшее укрепление казахстанско-узбекских отношений вносит уважаемый президент Узбекистана Шавхат Мирамонович Мерзиоев. Сегодня Казахстан и Туркменистан – это братские государства Центральной Азии, которых связывают добрососедские отношения. Государственный визит Гурван-Кулумберда Мухаммедова в Астану в апреле 2017 года, мой рабочий визит в Ашхават в сентябре прошлого года, открыли новый этап в истории наших безгосударственных отношений по всем направлениям. Италия – один из основных стратегических партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана, и по этому показателю занимает первое место среди стран ЕС около 10 миллиардов долларов товарооброда. Нурсултан Назарбаев отметил деятельность Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН и инициативы страны по поддержанию глобальной безопасности, особо отметив роль астанинского процесса в урегулировании конфликта в Сирии. Президент заявил о значимости совместной работы международных и региональных организаций, а также остановился на результатах социально-экономического развития страны и ее инвестиционной привлекательности. Уже после встречи в мраморном зале каждый из послов рассказал журналистам о том, с чего планируют начать работу на столь ответственном посту. Повестка дня нашего сотрудничества неисчерпаема. Это и совместная защита наших рубежей от общих угроз безопасности, и развитие интеграции в рамках Евразес, инициатором создания которой является Нурсултан Абишевич, и двустороннее сотрудничество в области экономики, торговли, инвестиций, научно-технического сотрудничества. В качестве посла мною будут приложены все усилия для дальнейшего углубления нашего двухстороннего сотрудничества по всем направлениям. Это включает не только торгово-экономические вопросы, а также налаживание и укрепление связей на межпарламентском уровне, развитие регионального сотрудничества, в транспортных вопросах, по культурно-гуманитарной части. Как вы знаете, в этом году у нас намечено проведение более двухсот мероприятий в рамках года Узбекистана в Казахстане. Туркменистан и Казахстан друг к другу всегда поддерживали и поддержали. Особенно надо отметить международную инициативу президента Туркменистана по энергобедопасности, по устойчивому развитию транспортных, транзитных коридоров были поддержаны со стороны правительства Казахстана. И Туркменистан всегда вместе с Казахстаном выступает в важной инициативе по устойчивому развитию селем в регионах и в мире. Поскольку Италия является членом организации экономического сотрудничества, мы будем рады налаживать отношения с Казахстаном в области демократии, прав человека, обеспечения транспарентности. Что касается туризма, я хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить казахстанцев посетить нашу страну. Со своей стороны мы хотим обеспечить прямые рейсы между Казахстаном и Италией. Я думаю, что казахстанские власти в этом помогут. Во время церемонии Нурсултан Назарбаев отметил, внешняя политика в стране была и остается миролюбивой и основанной на принципах доверия, а также выразил уверенность в том, что работа послов выведет межгосударственные отношения на новый уровень. Вручение верительных грамот президенту означает официальное начало работы представителей иностранных государств в Казахстане. Иван Тулинов, Жандос Бетабаров при поддержке телерадиокомплекса президента республики Казахстан, Хабар-24, Астана. О развитии казахстанского кино говорили в Аккорде. Глава государства встретился с народным артистом Досханом Жолжаксыновым. Президент отметил, что он один из ярких представителей отечественной культуры, долгие годы руководил театром для детей и юношества. Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул значение кинематографа и его место в современной культуре. По словам президента, кино стало одним из основных способов выражения национального самосознания и культуры. В свою очередь Досхан Жолжаксынов поблагодарил Нурсултана Назарбаева за внимание к казахстанскому кинематографу. Артист напомнил о полнометражных картинах, таких как «Кочевники», «Жао-Жерех Мэнбала», «Алмазный меч», «Бержан Сал» и «Кунанбай», в которых были показаны история и характер казахского народа. Вы являетесь одним из ярких представителей отечественной культуры, народным артистом Казахстана. Долгие годы были руководителем театра для детей и юношества. За годы своей работы вы внесли большой вклад в развитие культуры и духовной модернизации казахстанского общества. Кино уже стало одним из основных способов выражения национального самосознания и национальной культуры. Поэтому я пригласил вас, чтобы обсудить необходимые вопросы дальнейшего развития казахстанского кино. Благодаря вашей всесторонней поддержке современная киноиндустрия вышла на новый уровень своего развития. Несмотря на трудности, мы сняли «Кочевников» и показали всему миру историю нашего народа. Потом были «Жау-Жирек Мэнбала» и «Алмазный меч», а также мои фильмы «Биржан Сал» и «Кунанбай» и многие другие картины. С фильмом «Кунанбай» мы посетили все области Казахстана. Посредством кино, показывая исторические события и характер казахского народа, мы попытались донести до сознания людей основные идеи духовной модернизации. Число погибших в результате крушения военного самолета в Алжире увеличилось до 257 человек. Об этом сообщает Reuters. По предварительным данным, среди погибших гражданских нет. Воздушное судно рухнуло неподалеку от аэродрома в городе Блида и загорелось. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка 30 машин скорой помощи и 300 спасателей. В Министерстве обороны Алжира создана комиссия по расследованию обстоятельств крушения военного самолета. В Японии продолжается поисковая операция в префектуре Оито, где под слоем грязи и камней оказались три жилых дома. Один человек погиб, еще пятеро пропали без вести. Причина произошедшего пока не ясна. Ни землетрясения, ни проливных дождей, которые обычно могут вызвать такого рода бедствия, не было. Приоритетной остается версия размытия холма грунтовыми водами. На помощь спасателям вызвали Национальную гвардию и тяжелую строительную технику. До 1 мая в Восточном Казахстане планируют полностью ликвидировать последствия паводков. Такое заявление сделали местные власти. В ближайшие две недели в шести городах и 33 населенных пунктах завершится капитальный ремонт разрушенных большой водой дорог, мостов, а также домов пострадавших. На попавших в зону подтопления участках сейчас работают строительные бригады. Местным жителям продолжают доставлять всю необходимую гуманитарную помощь. От третьей волны весенних паводков разлива реки Бухтармы и подтоплений с клоновыми стоками начал оправляться Зыряновский район области. От райцентра и пригородных сел за минувшие сутки отведено больше 70 тысяч кубометров воды. Ее откачали из 414 затопленных по крышу домов местных жителей. Сегодня по городу Зырянск полностью все дома от воды осложнены. Проведены мероприятия по пропуску воды, по откачке воды. Всего было задействовано более 48 дней техники и 79 человек. Но здесь по-прежнему сосредоточена самая внушительная группировка спасателей. 150 представителей регионального ДЧС, включая подкрепления из Алматинской области. Все они помогают в восстановлении разрушенного жилья. Несмотря на то, что вода уже ушла, наши спасательные подразделения помогают гражданам. То есть перевозить тяжелые вещи, к примеру, в погребах ведут откачку воды. Причиненный паводками урон в регионе еще подсчитывают. В 12 подтопленных районах завершают работу специальные комиссии. Специалисты коммунальных служб и общественники проверяют прочность несущих конструкций жилых зданий. Рассчитывают перечень необходимых для их ремонта стройматериалов. Данные по Усть-Каменогорску уже есть. В результате обследования было установлено на сегодня, что 72 жилых строения получили ущерб, повреждения в результате подтопления склоновыми водами. И в результате работы выявлены ряд домов, которые получили повреждения несущих конструкций. И часть уже из этих домов по итогам заключения признаны непригодными для проживания. Владельцам, не подлежащих восстановлению домов, выплатят финансовую компенсацию или приобретут равноценное по квадратуре и стоимости жилье. В других случаях местные власти обещают возместить часть ремонтных затрат. Посмотрели они у меня полы, они убедились в том, что действительно у меня вода была. Я довольна ими, потому что они обещали мне, что это сделают ремонт. Масштабы поводковых разрушений без учета ущерба нанесенному Зыряновскому району и городу семей уже оценили в 3 миллиарда 200 миллионов тенге. Полтора миллиарда тенге на восстановление жилья и объектов жизнеобеспечения будут выделены из регионального бюджета. Вторую половину суммы область рассчитывает получить из правительственного резерва. Финансовая заявка в Кабмин уже отправлена. Вячеслав Фетлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. Ну вот между тем, 13 миллионов тенге перечислили профсоюзы работников образования Восточного Казахстана в благотворительный фонд помощи пострадавшим от паводков. Кроме того, в регионе продолжают собирать гуманитарную помощь. Неравнодушные к беде работники детских садов и школы Уландского района отправили в Зыряновский район мешки с одеждой, теплыми одеялами, продуктами питания и предметами гигиены. Еще две партии последуют в Глубокое и Шимонайху. Все школы, все организации образования Уландского района откликнулись. Я хотел бы подчеркнуть, что здесь решение принимают совместные директора, плюс правкомы этих организаций, и детские сады, и Дом творчества, и все дюша, и так далее, и так далее все. Сегодня вот школа украинская дает автобус, чтобы мы съездили в Зыряновск. Поэтому такое благое дело укрепляет единство. И к другим темам. В середине этого года запланирован запуск на околоземную орбиту первого наноспутника отечественного производства. Сейчас аппарат проходит тестирование в Национальном центре космических исследований. Мой коллега Аскар Сергалий встретился с его разработчиками. Пускай ракеты мы еще не строим, но космический наноспутник собственной разработки практически готов к запуску. Этот аппарат предназначен для изучения магнитного поля Земли и получения данных, которые помогут казахстанским сейсмологам предсказывать землетрясение. Летом, предположительно в августе, точно такой наноспутник отечественного производства будет запущен на земную орбиту. Доставит его в космос американский ракетоноситель Falcon 9. По размерам он значительно уступает традиционным спутникам, но приставка нано все объясняет. Это резервная модель. Опытный образец сейчас проходит тестирование в Астане в Национальном центре космических исследований. Когда спутник будет готов к запуску, его прикрепят к ракете и отправят в космос. Спутник формата Кубсат помещается в этот контейнер и сверху крышкой закрывается. И вывод на орбиту производится именно в этом контейнере. При достижении точки отделения космических аппаратов производится открытие крышки этого контейнера. И снизу система пружин выдавливает этот аппарат, как бы выталкивает его из контейнера уже наружу в открытый космос. Созданный 9 лет назад, Институт космической техники и технологии – одно из немногих отечественных предприятий, где объем самофинансирования достиг 72%. Прежде чем приступить к разработке космического спутника, здесь наладили производство высокотехнологичной продукции. Системы высокоточной спутниковой навигации, модемы, сбора и передачи данных для тепловых сетей бесперебойно работают уже 5 лет. Сейчас в Институте завершается тестирование системы экстренного вызова при авариях и катастрофах. Запустить ее планируют в начале следующего года. В Сырагашском районе Южно-Казахстанской области начали выпускать оборудование и комплектующие для теплиц. В регионе размещены 80% всех тепличных комплексов страны, поэтому запуск нового производства – очень важный шаг на пути к импортозамещению в этой отрасли. Только в прошлом году здесь сдали в эксплуатацию больше 200 гектаров теплиц. На этом предприятии выпускают сразу несколько видов материалов для возведения теплиц. Основной уклон руководство предприятия берет на переработку и производство полиэтиленового покрытия. Сырья предостаточно, уверяет директор товарищества Нуржан Умаров. Из использованных пластиковых бутылок и пакетов специалисты производят готовый продукт. Из года в год увеличиваются площади теплиц. Наш регион самый благоприятный. Вдобавок к этому мы имеем огромное количество сырья. Мы перерабатываем любой мусор из пластика или полиэтилена. Из него изготавливаем покрытие. В работе предприятие использует только новейшие технологии. Тем самым вносит значительный вклад в улучшение экологической обстановки района. Произведенный здесь товар используют в различных сферах сельского хозяйства. Мощность позволяет полностью покрывать потребности внутреннего рынка. Стоимость проекта 150 миллионов тенге. Из них лишь 15% предприниматель взял в кредит. В Казахстане существует программа КИДИ. По этой программе любой предприниматель может получить 40% субсидий на любые спецустановки, привезенные из-за рубежа. По данному вопросу мы сейчас проводим переговоры с данным предприятием, чтобы внести их в эту программу. В этом году в регионе планируется возвести еще 214 гектаров теплиц. Однако с этого момента закупать оборудование для них планируют именно у местных производителей. Николай Путилин, Ербулат Абишев, Нурмахан Бекмуратов, Южно-Казахстанская область, Хабар, 24. Сегодня международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Алматы осталось всего 50 живых свидетелей этого ужаса. По традиции, 11 апреля они встречаются у Вечного огня в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В этом году Казахстанской ассоциации бывших узников фашизма 30 лет. О страшном стараются не вспоминать, хотя и забыть то, что эти люди пережили еще совсем детьми, невозможно. По их словам, вырвавшись из-за колючей проволоки тогда, более 70 лет назад, они получили второй шанс и потому постарались прожить жизнь достойно. В Казахстан приехала в 59-м году. Здесь отработала 25 лет на швейной фабрике. Почетный ветеран труда. Все награды, все пятилетки, все боя. На пенсию пошла, хорошо заработала. Сейчас живу. Надо жить. Жить хочется. Детей воспитывать надо. Внуков сейчас. У меня 8 правнуков. Мы понимаем, что поскольку лагеря были на территории всей Европы разбросаны, то это очень важно и государствам Европы, и не только Европы, помнить и чтить. Главное, чтобы не повторить этого, это главное. И как-то вот скрасить последние годы жизни этих людей заботой, вниманием, вниманием и моральным, и материальным, помощью, наставничеством. Столичное управление образования выделит 77 миллионов тенге на ознакомление детей с историей родного края. Проект реализуется в рамках базового направления Ольке Тану. Программа «Рухани Жангру» сразу по нескольким наукам. Краеведение, туризм, культура и экология. Подробности в сюжете Азизы Макулбаевой. Узнать об истории родного края не по страницам учебников, а реально соприкоснувшись с ее наследием. Такова цель детско-юношеских центров туризма и краеведения. Один из 40 таких центров находится в Астане. Так как Ольке Тану – это познание родины, познание малой родины, познание всего Казахстана, изучение наследия, культуры, традиций. Запланировано очень много экспедиций по святым местам, по заповедным местам, походы, археологические экспедиции, а также посещение музеев, различных культурных памятников истории Казахстана. Сегодня в каждой школе столицы есть отряды экологического, краеведческого и туристского направления. Они укомплектованы по 15 человек. В течение года школьники проводят исследования по выбранной теме, а потом отправляются в экспедиции. На этот год запланировано 19 мероприятий. Впрочем, получать новые знания по истории родного края и краеведению можно как на уроках по Ольке Тану, так и в школьных музеях. Так в 37-й школе имени Сырбая Мауленова есть одноименный музей писателя. Просто читать неинтересно, а вот когда уже видишь его личные вещи, документы, уже становится более интереснее изучать, и даже не только именно Сырбая Мауленова, а и других, посещать уже музеи, уже в городе или в других школах. Проблема сейчас для педагогов, как раз о чем говорит президент наш, вот модернизация профессионального педагогического сознания, по-другому посмотреть на ребенка. Что в центре педагогического процесса сегодня компетентность и профессионализм педагогов. В чем он заключается? Не столько в знании технологий, а именно понять душу ребенка и узнать, что это за явление подрастающего поколения 21 века. Всего по итогам 17-го года в рамках базового направления Ольке Тану реализовано 11 республиканских проектов и более 300 проектов в регионах. И это только начало. В последующем планируется увеличить охват участников и разработать новые подходы для вовлечения подростков к изучению истории. Азиза Макулбаева, Ганя Алшимбаев, Хабар, 24, Астана. И на этом все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин